Биографию городов можно изучать по их достопримечательностям, памятным местам и, конечно же, по названиям улиц. В Ставрополе 25 улиц названы в честь воинов Великой Отечественной войны. Неделю назад на главной площади Ставропольского края отгремел большой праздник. Неделю назад под звуки марша здесь прошел праздничный парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Именно отсюда стартовал традиционный бессмертный полк. И сегодня мы вспоминаем наших героев. В праздничном выпуске программы «Время – дело». Поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители краевой телекомпании «Свое ТВ». Мы еще раз вас поздравляем с праздником Великой Победы. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи нашей страны. И мы с Машей отправляемся с Ставропольским маршрутом бессмертного полка. И идем мы не одни сегодня, а вместе с нашими родными героями. Моего дедушку звали Молчанов Алексей Афанасьевич. Он ушел на фронт в июле 41-го года и пропал без вести под Великим Новгородом. С тех пор о нем не было ничего известно. И только спустя 70 лет после Великой Победы нам удалось узнать, что он погиб в лагере для военнопленных в мае 42-го года. Сейчас это территория Польши. А моего дедушку звали Нестеров Яков Георгиевич. В ряды Советской Армии его призвали 18 сентября 1941 года. Он прошел всю войну, сражался с фашистскими захватчиками, имеет множество наград и званий. Программа «Время – дело» каждую неделю рассказывает вам о том, как меняется облик Ставропольского края, как проходит ремонт в домах культуры, как появляются новые детские и спортивные площадки. Сегодня мы вам расскажем о том, как жители Ставрополья в активном сотрудничестве с правительством региона восстанавливают мемориальные комплексы памяти Великой Отечественной войны. И один из ярких примеров – в селе Левокумском. Из Левокумского района на фронт ушло около 6 тысяч человек, и больше половины из них так и не вернулись в родные края. Во время войны в Левокумском районе активно работали антифашистские организации. И сейчас, в современности, память о годах Великой Отечественной войны хранят в музее истории и в каждой семье. Все подробности в следующем материале. В 145 долгих дней с августа 1942 по январь 1943 года Левокумский район был оккупирован фашистами. За это время он был разграблен, разрушен. Сотни человек погибли в тылу и еще больше не вернулись домой с фронта. Со дня Великой Победы прошло 74 года. И сегодня в Левокумском районе бережно хранят память о тех годах. И в самом сердце районного центра высится монумент, у подножья которого не гаснет вечный огонь. На фронт из Левокумского района ушли около 6 тысяч человек. Более трех тысяч из них не вернулись домой. Имена героев высечены на граните, память о них вечно. Во имя потомков, которые сейчас живут на Левокумской земле. Активную помощь в освобождении сел Левокумского района оказали подпольные антифашистские организации, в том числе партизаны отряда «Яков». Вот они, молодые и красивые, на фото. Снимки хранят в Левокумском краеведческом музее, где целый отдел посвящен истории Великой Отечественной войны. Партизаны раздавали листовки, собирали сведения о вражеских позициях, помогали бойцам советской армии и ценой собственной жизни отвлекали внимание врага на себя. Великой Отечественной войны Партизан 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 Правнуки левакомских партизан и героев помнят подвиги предков. Свою гордость они выражают в творчестве. Девушки, которые о войне знают только по рассказам родителей, проживают историю в танце. Анастасия Папкиаури вспоминает своего прадедушку Николаева Валентина Михайловича. Он прошел всю войну, но познакомиться с ним Насте так и не удалось. Она родилась уже после того, как прадеда не стало. У меня воевал прадедушка по бабушке на линии. До войны он поступил в Ленинградское артиллерийское училище. По окончанию, в 43-м году, по окончанию этого училища он поступил именно в Ленинградский фронтарь. И служил в Ленинградских фронтах. В 1944-м он был ранен и контужен и попал в плен к немцам. Но войска наши освободили. И после этого он попал в госпиталь. И после госпиталя он уже пришел домой с победой. Ленинградский фронтарь. Играет музыка. Играет музыка. Марш Победы исполняет районный духовой оркестр. А звуки этого марша всегда звучат в памяти Ивана Дмитриевича Мохова. Он часто под руку с женой гуляет по центру села. Ненадолго останавливается у мемориала памяти труженикам тыла. Когда Левокумская оккупировали фашисты, Ивану Дмитриевичу было всего 4 года. Но те страшные дни помнят, будто это было вчера. Вспоминает, как скрывались партизаны, как немцы занимали дома, а местным жителям пришлось выкапывать себе землянки. И помнит, как жестоко расправлялись фашисты с неугодными и непослушными левокумцами. Но были удивительные случаи, которые доказали, что от войны пострадал каждый человек. На какой бы стороне баррикад он не находился. Мы бегали с братом, а нас женщины нашего поймали, пожилых уже. Пойдемте, вас там немец хочет видеть. Мы вырываться, не бойтесь, повели в хату. И он на столе сидит такой. Сидит. Она им показала на Ивана. Вот этот. А мы не подняли ничего. Он его взял, обнял, плачет. А вы не понимаете, да? Ну, откуда все. А я схожу, не понимаю. А он потом его отпустил, полазил, полазил, достал две конфетки. И конфетки, которые, ну, вот я до сих пор помню этот вкус. Ну, до этого мы конфеты вообще не пробовались, не знали их. Мы не знали, что не на свете есть конфеты. И отпустил, и все. Потом уже мать мне, позже, когда уже был, я начал у нее расспрашивать, что такое, что это случилось. Он говорит, да вот этот пришел, кто он, немец или румын, или кто он такой был, или венер. Он не мог объяснить, и никого нету, кто знает язык. Он увидел, моя тетка, когда увидела этого мужчину, немца, и до него, Егор. А он почти-то говорит по-другому. Был, говорит, капля Егора, брата. Ну, мы объяснили, что похож на... Ему фотографию показали. Все. А дети в детстве у него. Ну, сказали, что есть мальчик. Он с 40-го года как раз был. Вот его привезли, он нас обнимал и плакал. Иван Дмитриевич часто общается с местными школьниками, рассказывает им о подвигах земляков и безмерно счастлив, что этих детей не постигла судьба его сверстников. Рад, что память о годах войны передают из поколения в поколение, а современные дети не забывают о предках. Мы свою историю не должны забывать. Ну, надо знать свою предысторию, всю свою историю. Не дать менять ее, эту историю. Вот это наша задача. Сейчас мы, конечно, много с детьми встречаемся. У нас в пионерский лагерь, по школам мы ходим. Я объясняю, рассказываю им вот это все. Ну, мы бегали пацанами в то время, 4 года. У меня была деревянная винтовка. Я бегал и пел. Гей-гей, красный герой, дай винтовку, дай патрону, мы в арбию пойдем, всех немцев перебьем. Такое было. 9 мая парк культуры и отдыха села Левокумского, на территории которого находится Мемориал Вечной Славы, становится центром всех праздничных мероприятий. На просторных аллеях гуляют счастливые семьи, у мемориала исполняют патриотичные песни, на лавочках отдыхают прохожие. Этот парк помогла создать и губернаторская программа поддержки местных инициатив. Благодаря самой инициативной программе губернатора региона были созданы зоны отдыха. На аллеях постелили плитку, поставили лавочки, благоустроили памятники, установили освещение и закупили два аттракциона. На все работы потратили более 2 миллионов рублей. По этой программе очень много чего удалось сделать, и мы еще сделаем. Губернатор выступил инициатором. Мы ему благодарны, спасибо большое. Я думаю, мы и дальше будем сотрудничать, что-то делать. Ну, в общем, под лежачий камень вода не течет, а для нас важно. Люди отзываются хорошо. Ну, в селе, в принципе, как рекреационная зона. Мир и дружба всем нужны. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех, ребят. Нужен мир на всей планете. Субтитры создавал DimaTorzok 3 августа 1942 года немецко-фашистские захватчики оккупировали город Ставрополь. В то время он назывался Ворошиловск. В этот жаркий августовский день карательные отряды начали проводить зачистку города. Выявляли среди населения коммунистов, евреев, иных опасных и неблагонадежных для фашистского режима советских граждан. Спустя неделю после начала оккупации 10 августа немецко-фашистские захватчики погрузили в душегубки 660 больных в психиатрической больнице и вывезли их за пределы города. Еще через два дня на территории аэродрома фашисты расстреляли более 3,5 тысяч жителей города. 15 августа. Более полусотни человек погибли на холодных родниках. Всего за время оккупации города Ставрополя от рук врага погибли более 8 тысяч человек. В январе 1943 года Ворошиловск был освобожден. Не меньше бед пережили жители Петровского городского округа. Село Высоцкое, только небольшая его часть. Подробности в следующем материале. Продолжение следует... Великая Отечественная война Великая Отечественная война – одно из самых трагических событий для России. Для мировой истории это краткий миг, но для людей это целая жизнь. Глядя на вечный огонь, в языках пламени видится грохот и дым взрывов, крики женщин и детей, грядущих по дорогам войны и попавших под вражеские бомбы. Мы не знаем всех этих ужасов и насколько было тяжело во времена репрессий. Алексей Иванович был еще ребенком, но помнит все, как будто это было вчера. Каждый знает, что там, где враг, там и есть счастье, там и неприятности, это слово нет. В селе остались женщины и дети, и при том дети такие, которые маленькие дети. Ну, 10-12 лет, там, 15 от силы. Мужчин не было, женщины с детьми, с малыми. А кто? Эти ребята, которому 12-13 лет, они же заменили всех. На этом, значит, и за лошадьми ухаживали, и за крупно-рогатым скотом ухаживали, и также овечки у колхоза были, и за овечками ходили. Кто? Они, эти пацаны. Где-то был старичок там один среди них, командовал, а всю работу выполняли эти ребята, молодежь. Что сделаешь? Война есть война, война не мать, война. Поэтому работать всем приходилось, население. Собственно говоря, село – это тыл, это хлеб, это надо же кого? Война уже кормить, армия. Поэтому всем работа была. Ну, хочется сказать, конечно, трудно было, тяжело было, но выжили, как бы это ни было, выжили, выдержали. Мы склоняем голову перед многочисленными жертвами фашизма и бессмертным подвигом тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость отчизны. Высочане воевали на всех фронтах. Не щадили своих сил и жизни в борьбе со злейшим врагом. Среди них три героя Советского Союза. Голощапов Алексей пал смертью храбрых в боях за Керчь в ноябре 1943 года. Его именем названы улицы в селе Высоцком и городе Керчь. Мазницын Иван, командир танкового взвода, наткнувшись на вражескую оборону, первым ринулся в бой. Стрелок и механик-водитель были убиты. Иван Сергеевич ранен в обе ноги. Его хотели взять в плен, но он до последнего вздоха сражался. 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Кобяков Борис, участник Гражданской войны, с 1941 по 1945 год в звании гвардии полковник, командовал 56-м гвардейским кавалерийским полком. Около двух тысяч жителей села были призваны в действующую армию в годы Великой Отечественной войны. 988 погибли на фронте. 74 года прошло, как закончилась страшная война. Но память о тех, кто отдал свои жизни, жива. У меня на войне воевал очень древний Василий Кузьмич. Вот он. Он родился в 1913 году. И в первый же день войны был призван на фронт. И в сентябре 1941 года погиб под Смоленском. Ему было 27 лет. Это было очень тяжелое время для нашей страны. Надо сохранять традиции, надо знать историю своей страны. Мой прадедушка Лусенко Федор Стефанович. Он родился в 1926 году. В январе 1944 года его призвали на фронт. Попал Федор на Первый Украинский фронт, 172-ю. Штурмового Красного Знамена Сандомировскую дивизию. Он освобождал Польшу. Участвовал в боях на подступах к Берлину. Я горжусь своим прадедом. Спасибо ему за победу. Субтитры создавал DimaTorzok Мемориальный комплекс, посвященный памяти погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Главный центральный блок состоит из четырех барельевных отрезков, символизирующих четыре года войны. Первый блок со звездой и датой. Сжат, сдавлен, стеснен. Это самый тяжелый период первого года войны. Второй блок славы воинам, павшим в боях за Родину, символизирует переломный момент в ходе войны. Третий слит скорбью с первыми двумя. Скорбь матери и решимость одержать победу над врагом. И четвертый блок символизирует свободу и победу над врагом. Открытие этого мемориального комплекса состоялось 9 мая 1983 году. И самое интересное, что построили его на деньги, собранные жителями двух соседних сел, Высоцкого и Ореховки, так как находится он на границе между этими поселениями. А в 2017 году по инициативе населения решили преобразить парковую зону на территории мемориала славы. И помогла им в этом губернаторская программа поддержки местных инициатив. Воле нашего населения, конечно, они оказывают очень большое внимание нашим участникам Великой Отечественной войны, которые отстояли нам мир, нас отстояли, мы живем, радуем наших детей и дети, и все это самое ради их победы. В рамках программы постелили 2000 квадратных метров тротуарной плитки. На работы всего было потрачено около 2,5 миллионов рублей. Из них чуть больше 1,5 миллиона тысяч – бюджет края. Порядка 500 тысяч – муниципальный бюджет. И почти 400 тысяч собрали население и предприниматели. Это отличная программа. Она хороша в том, что за короткое время, за 5-6 месяцев, а может, еще и раньше, мы сдаем объект, который видно, и люди его сами выбирают, объект на город, какой нам более-менее доступный, и что нам нужно в этом году. И делаем. Главное богатство каждой человеческой души – это память о предках, об их героизме и борьбе за наше светлое будущее. И наша с вами задача – сохранить это и сделать еще лучше. Главное богатство каждой человеческой души – это память о тех, «Счастье, завоеванное борьбой народа, жизнью вашей, вечно!» Гласит надпись на мемориале «Героев гражданской и Великой Отечественной войн в Ставрополе». С гранитной плиты смотрят три проникновенных лица. Первая символизирует героев гражданской войны, вторая – в Великой Отечественной, а третья – это образ женщины, родины матери, труженицы. И чем дальше в историю уходят годы войны, тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига фронтового поколения, одержавшего всемирно-историческую победу над фашизмом. Мы никогда не забудем, какой ценой завоевана победа. Специальный выпуск программы «Время – дело» подошел к концу. Увидимся в следующую пятницу в 8 вечера на Своем ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok